Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. На нашем видеоканале вы найдете большое количество интересной и полезной информации касаемо выбора поддержанных автомобилей, в том числе и обзора на машины, причем как в формате тест-драйва, так и в формате обзора технического, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего выпуска – это автомобиль, достаточно редкий на вторичном рынке и еще более редкий в компании RDM Import. Тем не менее, подобные модели нет-нет, да и поступают. Это довольно интересная машина по своим потребительским качествам, способная поспорить со многими конкурентами по своему D-классу. Встречайте, Opel Insignia. Модель Opel Insignia встала на конвейер в 2008 году, заменив перед этим довольно популярную на рынках Европы и также отчасти популярную в европейской части России модель Vectra. Машина выпускалась до 2015 года. Этот автомобиль пережил рестайлинг в сентябре 2013, довольно сильно изменившись внешне. Вариантов кузовов у этой машины было три – седан, лифтбэк, как в нашем случае, и универсал. Ну а гамма двигателей весьма и весьма обширная. На российском рынке эту машину вы могли приобрести с двигателями объемом от 1,6 литра до объема 2,8 литра. Двигатели были как атмосферные, так и оснащенные системой турбонаддува, бензиновые и дизельные. Коробки передач – автоматические либо механики. И варианты привода тоже были. Машина могла быть либо передней, либо полноприводной. Наша машина имеет передний привод, бензиновый двигатель объемом 2 литра с турбонаддувом, мощностью 220 лошадиных сил, и автоматическую шестиступенчатую коробку передач. Ну а теперь давайте разберемся, какие варианты исполнения этого автомобиля наиболее предпочтительны для покупки в поддержанном виде. По традиции мы начинаем обзор с разговоров о кузове автомобиля, о толщине лакокрасочного покрытия и о том, насколько хорошо он сопротивляется коррозии. По части коррозии у Opel Insignia все обстоит очень и очень даже благополучно. Видимо, сказывается хорошая оцинковка кузова, а также качество металла, из которого он изготовлен. Ржавых Insignia нам еще видеть не приходилось. Поэтому по части появления жучков на этом автомобиле можно быть спокойным. Даже сколы и царапины на кузове не спешат особо покрываться рыжим налетом. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, стандартные показания для этой машины это где-то 100-150 микрон. Но если возникают сомнения, промерьте все элементы автомобиля и сопоставьте величину разброса показаний. Очень даже может оказаться, что и автомобиль, крашенный в 200 микрон полностью, с утолщенными проемами, будет не перекрашен после серьезного ремонта, а вполне возможно вышел таковым еще с завода. Тем не менее, при осмотре автомобиля уделите особое внимание как раз отсутствию следов крупных ДТП, целостности силовой структуры кузова и наличию на месте подушек безопасности. Определенные слабые моменты, касающиеся кузова, у этого автомобиля, конечно, есть, но в основном они не несут какого-то критического характера. Так, например, некоторые владельцы теряли крышечки, прикрывающие омыватели фар, а у кого-то мутнел хром на окантовках стекол. Однако, у нашего автомобиля пробег практически 190 тысяч километров, крышки омывателей на месте, а хром не помутнел. Также встречались случаи, когда на этих автомобилях выходил из строя подогрев передних сидений, поэтому при покупке не лишний будет проверить, чтобы он функционировал. Ну и вообще, в целом, рассматривая к покупке европейский автомобиль с большим набором опций, в обязательном порядке проверьте, чтобы все это работало. От себя добавим, по опыту у апеллей этих генераций и этих годов выпуска, довольно часто висит ошибка по корректору фар. Так что кузов автомобиля можно однозначно отнести к преимуществам именно этой модели. Двигаемся дальше. Теперь поговорим о силовых установках, которые могли оказываться под капотом этих автомобилей. Среди атмосферных двигателей особого выбора нет. Это агрегаты объемом 1,6 литра либо 1,8 литра. Первый двигатель носит маркировку А16XER, а второй, соответственно, А18XER. Первый мотор выдает 115 лошадиных сил, второй 140 лошадиных сил. Эти оба двигателя близнецы-братья с технической точки зрения. Это рядные четверки. Привод ГРМ на этих моторах ременный. Однако ремень этот служит какие-то астрономические по нынешним меркам 150 тысяч километров пробега. В любом случае, после 100 тысяч за ним уже стоит поглядывать. Естественно, это относится к оригинальному ремню. Если вы берете запчасти-заменители, то на всякий пожарный время от времени состояние ремня лучше, конечно, контролировать. Эти двигатели достаточно простые с технической точки зрения. Основной момент, которым их, скажем так, усложнили, это установка фазорегулятора на впуск и на выпуск. Эти две муфты время от времени выходят из строя, и двигатель начинает работать подобно дизельному. В этом случае муфты можно попробовать снять и вычистить, но если это не поможет, то, конечно, придется поменять. Впрыск топлива на атмосферных двигателях на инсигнии обычный распределенный. Каких-либо проблем с ним нет. Но бывает, выходит из строя модуль зажигания. Если вы смотрите машину, которая подтраивает, вполне возможно, дело именно в нем. И его также придется заменить. Чем реже предыдущий владелец менял свечи, и чем больше экономил на их качестве, тем больше вероятность того, что модуль зажигания попросится на замену. Также на этих двигателях устанавливается электронно-управляемый термостат, ресурс которого порядка 50-80 тысяч километров пробега. Потом он подлежит замене. Однако, он достаточно недорого стоит. Один из основных моментов, на который стоит обращать внимание при покупке Opel Insignia с атмосферным двигателем, это прокладки теплообменника. Если они бегут, всегда существует вероятность того, что часть масла из двигателя окажется в системе охлаждения. А это приведет как минимум к ее ревизии с разбором и промывкой. Поэтому при осмотре подобного автомобиля в первую очередь слушайте двигатель, он не должен дизелить. Второй момент, проверьте мотор на течи, как правило, это прокладка клапанных крышек и вышеупомянутый теплообменник, течь которого вы просто не сможете не заметить. Ну и третье, что можно сказать про атмосферные моторы, на них нет гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов. Заводской интервал регулировки порядка 100 тысяч, но в целом обычно действуют по симптоматике. При выборе инсигнии с атмосферным двигателем обязательно предварительно прокатитесь на автомобиле. Двигатель 1.6 мощностью 115 лошадиных сил для этого кузова откровенно слабоват и кому-то его динамики может показаться мало. Двигатель 1.8 140 лошадиных сил ведет себя получше в этом смысле, не уступая мотору 1.6 в надежности. Этот мотор мы чаще привыкли видеть на кроссоверах типа Opel Mokka и в целом он довольно ресурсный. Его ресурс до переборки порядка 250 тысяч километров пробега. В некоторых случаях намного больше. Все зависит от интервалов обслуживания и того, насколько за мотором следили, вовремя меняли расходники и какого качества масла и топлива использовать. Однако, все-таки повторимся, мотор 1.8 маркировкой А18XR это достаточно надежный, хороший двигатель. Если вам попадется машина с таким мотором, вы можете смело рассматривать ее к покупке. Это что касается атмосферных моторов. Что касается двигателей, оснащенных турбонаддувом. Младший в линейке здесь А16ЛЕТ объемом 1.6 литра мощностью 180 лошадиных сил. Вряд ли вы будете рассматривать приобретение подобного плана автомобиль, поскольку этот мотор агрегатировался только с механикой и устанавливался на дорестайлинговые инсигнии. Это была обычная рядная четверка с ременным приводом ГРМ, ресурс которого до замены составлял порядка 90 тысяч километров. В отличие от атмосферных моторов, гидрокомпенсаторы клапанных зазоров на нем уже стояли. Однако перечень основных неисправностей для А16ЛЕТ практически копирует таковой для атмосферных моторов. Течи прокладок клапанных крышек, необходимость следить за прокладками теплообменника, а также возможный выход из строя нагружено гораздо больше, чем на атмосфернике, поэтому и ресурсов в целом меньше. В среднем порядка 200 тысяч километров до капремонта. Капремонт иногда настигал владельцев подобных машин на очень маленьких пробегах. И, как правило, на станцию для переборки эти двигатели приводили разрушение перегородок поршней. То есть сама поршневая группа отправлялась на замену. Вряд ли вы будете рассматривать подобный автомобиль к покупке, поскольку машины с таким двигателем оснащались исключительно механикой. Но, тем не менее, если вы хотите себе турбомотор мощностью 180 лошадиных сил, тщательно подойдите к вопросу диагностики подобного экземпляра. И будет намного лучше, если предыдущий собственник уже выполнил ремонт двигателя, поставив туда, например, тюнинговую усиленную поршневую группу. Следующий двигатель с турбонаддувом бензиновый объемом 2 литра А20 220 лошадиных сил и ставился на автомобиле до рестайлинга. Конструктивно это рядная четверка. Привод ГРМ здесь цепной. Цепь может потребовать замены к пробегу порядка 150 плюс-минус тысяч километров в зависимости от режима эксплуатации. Возвестит о необходимости замены либо характерный шум, либо ошибки, связанные с изменением фаз газораспределения. Сама замена цепи в данном случае не слишком накладна. На этом автомобиле поменять цепь обошлось в 15 тысяч рублей, что по нынешним меркам достаточно бюджетно. Так же, как и цепь, примерно может потребовать замены раз в 130-150 тысяч насос системы охлаждения. Так же, как и на атмосферных моторах, на этом двигателе стоит следить за термостатом, а так же следить и своевременно менять при необходимости текущие прокладки теплообменника. Турбина на этом двигателе выхаживает в среднем около 150 тысяч километров. Однако на нашей машине пробег 190. Турбина чувствует себя прекрасно. Она сухая и никаких посторонних звуков при работе. Вообще, на этом автомобиле, на этом конкретном автомобиле каких-либо вопросов по работе мотора нет. Вопросов здесь не возникает даже по топливному насосу высокого давления ТНВД, поскольку двигатель прямовпрысковый. Естественно, некачественный бензин этот мотор не любит. И поскольку он оснащен турбонагнетателем, замена масла на нем должна производиться раз в 5-6 тысяч километров. Не позже. Большинство проблем, связанных с этими моторами, на автомобилях, купленных у официального дилера новыми, были связаны как раз с очень длинными интервалами замены масла порядка 10-15 тысяч километров и с использованием жидкостей ненадлежащего качества. В целом, ресурс этой силовой установки при должном обслуживании порядка 250 тысяч километров пробега. Но у кого-то он может выходить и намного дольше. Во всяком случае, вопросов по поршневой группе, таких, как встречалось на младшем моторе объемом 1,6 литра с турбонаддувом, на двухлитровых агрегатах намного меньше и встречаются они в разы реже. Тем не менее, при покупке подобной инсигнии тщательная диагностика по мотору это один из пунктов, который поможет вам сэкономить немало средств в будущем. Кроме того, этот двигатель наделяет автомобиль достаточно интересной динамикой, даже при наличии автоматической коробки и полного привода. Последний бензиновый агрегат в линейке силовых установок инсигнии это А28НЕТ. Данный двигатель представляет собой уже V-образную шестерку, также с цепным приводом ГРМ, все с тем же ресурсом порядка 150 тысяч километров, когда чуть меньше, когда чуть больше, также с необходимостью частой замены масла, однако ресурс этого двигателя все то же самое, в среднем порядка 250 тысяч километров пробега. И в принципе инсигнию с таким мотором 2,8 литра можно смело рекомендовать к покупке. Единственное но, этот двигатель уже налоговый, 260 лошадиных сил. Да и автомобили с этой силовой установкой встречаются на вторичном рынке достаточно редко. Что касается дизельных двигателей на Opel Insignia, большинство из них двухлитровые, мощность может колебаться от 130 до 160 лошадиных сил. Подобные агрегаты на вторичном рынке встречаются довольно редко. В целом они надежные, но найти подобный автомобиль с маленьким пробегом задача практически невыполнимая. Поэтому если вы ищите себе подобную машину целенаправленно, то скорее всего покупать ее вы будете после хорошей и тщательной диагностики в профильном сервисе. Поэтому подробно останавливаться на дизельных моторах Opel'я мы в этот раз пожалуй не будем. И перейдем к обсуждению коробок передач. Что касается коробок передач, на эти автомобили могли устанавливаться как механические, так и автоматические коробки. Механика на этих машинах была двух видов. На версии с моторами малого объема 1.6-1.8 литра, а также на слабо форсированные дизели ставилась шестиступенчатая механика, которая имела маркировку М32. Эта коробка в свое время отметилась одной неприятной особенностью малым ресурсом опорных подшипников валов. То есть коробка после их износа начинала гудеть и рычаг коробки передач мог неприятно вибрировать. Износ подшипников на этих коробках приводил к появлению гула и вибрации на рычаге переключения передач. Причем эта проблема преследовала автомобили до рестайлинга. С 2013 года компания провела работу над ошибками и данная проблема практически прекратила появляться. Если говорить про версии со старшими двигателями 2 литра, а также форсированными дизелями, на них также стояла шестиступенчатая механика, но уже другая. Маркировка этой коробки F40 и данная трансмиссия никакими детскими болезнями особо не отметилась. Единственный момент для владельцев подобных трансмиссий это рекомендация все же менять масло в своей механической коробке хотя бы раз в 50 тысяч километров пробега. Теперь об автоматических коробках передач. В разное время на Opel Insignia могли устанавливаться три варианта автоматических коробок. Первая и самая старая коробка это TF80SC Aisin японская трансмиссия представляющая собой шестиступенчатый гидромеханический обычный автомат. Именно такая агрегатирована с двухлитровым двигателем в нашем автомобиле. Маркировка Opel AT40 эту коробку также могли маркировать как AF40 и эта трансмиссия весьма ресурсная. Ресурс этой коробки до появления первых признаков необходимости обслуживания например ремонта гидроблока порядка 250 тысяч километров пробега. В некоторых случаях эти коробки выхаживали даже больше. Если в ваши привычки входит замена масла с фильтрами где-то раз в 50 тысяч километров хотя бы эта трансмиссия прослужит вам весь срок службы двигателя. На первых автомобилях на небольших пробегах были жалобы на не совсем корректную работу трансмиссии на рывки и небольшие толчки при переключении передач. Но как правило устранялось это все дилерской прошивкой. На примере данного коробка работает адекватно и каких-либо вопросов по ней нет. С 2013 года с двухлитровыми моторами агрегатируется уже другая трансмиссия совместная разработка Ford и General Motors маркировка этой трансмиссии 6T70 это также шестиступенчатый обычный автомат. Примерно та же картина порядка 300 тысяч километров пробега до переборки при условии регулярной смены масла. Третья разновидность автоматической трансмиссии которая могла устанавливаться на Opel NC и была опциональной для мотора объемом 1,6 литра после 2013 года это 6T45 трансмиссия изначально прославившаяся своей скажем так ненадежностью однако к тому моменту когда ее начали устанавливать именно на эту модель автомобиля эта коробка также прошла все этапы модернизации и каких-либо особых вопросов уже более не вызывала правда автомобилей с этой трансмиссией на рынке представлены мало все больше малолитражных инсигний имеют механическую трансмиссию поэтому скорее всего вам придется иметь дело именно с японским эйсиновским автоматом при тест-драйве обратите внимание на то чтобы коробка передач у вас работала корректно сильных рывков и толчков при смене передач на этом автомобиле в исправном состоянии коробки быть не должно теперь поговорим о подвеске опел инсигния на самом деле все же основное внимание при покупке подобного автомобиля стоит уделить диагностике двигателя поскольку подвеска у этой машины не выделяется какими-либо слишком оригинальными решениями передней части здесь используется всем хорошо знакомая схема макферсом с одним-единственным рычагом снизу в целом ресурс компонентов подвески как таковых сайлентблоков шаровых опор и так далее кстати шаровые здесь по задумке конструкторов меняются вместе с рычагом но производители дубликатных запчастей в данном случае вам в помощь ресурс компонентов передней подвески порядка 100 тысяч километров пробега до появления каких-либо первых вопросов из интересного можно отметить такой факт на обычных гражданских версиях инсигнии стойки переднего стабилизатора выполнены из пластика и ходят они порядка как ни странно 50 тысяч километров пробега правда их можно поменять на стальной неоригинал если уж на то будет необходимость на этом автомобиле стойки переднего стабилизатора как раз таки пластиковые что касается самого дорогостоящего узла ходовой части рулевой рейки на опере инсигния она может быть нескольких видов как чисто гидравлическая так электрогидравлическая так и электрическая причем абсолютно неважно какой вариант будет стоять на вашем автомобиле ресурс рулевой рейки до появления первых стуков порядка 150 тысяч километров пробега опять же это в среднем на нашей машине с пробегом 190 тысяч километров с рулевой рейкой все в порядке нет стуков нет люфтов и нет никаких в данном случае течей так что при осмотре на подъемнике подобного автомобиля все же в первую очередь обращайте внимание на отсутствие течей по агрегатам на двигателе коробки передач ну и по сальникам приводов в нашем случае автомобиль переднеприводный но если вы будете рассматривать покупки версию с 4WD обязательно проконтролируйте состояние крестовин карданного вала а также опорных подшипников что касается задней подвески у Insignia с полным и передним приводом здесь есть некоторые различия однако по большому счету и там и там у нас многорычажка разница в количестве рычагов и соответственно сайленблоков так что здесь все стандартно средний ресурс компонентов задней подвески это те же самые 100 тысяч километров пробега в зависимости от условия эксплуатации также следует иметь ввиду что Opel Insignia могла опционально комплектоваться подвеской с амортизаторами регулируемой жесткости коммерческое наименование FlexRide эта система в целом достаточно беспроблемна до момента пока например не возникнет коррозия в не слишком удачно проложенной проводке к задней левой стойке в этом случае система падает в аварию и переходит в самый жесткий режим хорошо если дело ограничится восстановлением проводки но в случае если вам придется менять такие амортизаторы имейте ввиду что стоят они значительно дороже обычных стоек поэтому если вы смотрите Insignia в максималке которая как раз таки подобную опцию имеет обратите внимание на состояние амортизаторов и на то чтобы вся эта система функционировала исправно ну и в завершении пару слов о полном приводе Opel Insignia по умолчанию выдовыми были только версии с литерой OPC это самая заряженная версия мощностью более 320 лошадиных сил и вряд ли подобную машину вы будете всерьез рассматривать для приобретения в качестве транспортного средства на каждый день для остальных версий полный привод предлагался опционально 4WD на Insignia реализована через многодисковую муфту Haudex наподобие того как это сделано на Volkswagen Tiguan проблемы с Халдексом все те же самые первые симптомы неисправности можно выявить уже на тест-драйве если автомобиль на разгоне имеет склонность дергаться а также при медленном движении по кривым например при развороте в ограниченном пространстве вы слышите хруст скрежет треск или машина волоком тащит одно из задних колес по грунту или по асфальту то естественно на таком автомобиле вам в любом случае уже придется иметь дело с ремонтом полного привода если же вы купили Opel Insignia с полным приводом в исправном состоянии то залогом долгой службы вашей муфты будет регулярная и своевременная замена специального масла раз в 30-40 тысяч километров причем там же есть и сменный фильтр который также необходимо менять кроме того выходу из строя полного привода на Insignia как и на Tiguan может способствовать коррозия платы блока управления этой самой муфты и собственно выход из строя самого электрического насоса который нагнетает в ней давление ресурс насоса до замены порядка 250 тысяч километров пробега если же вы купили Opel Insignia с полным приводом в исправном состоянии помните что залогом долгой работы вашего 4WD будет своевременная замена специального масла раз в 30-40 тысяч километров кстати меняется оно со специальным фильтром в остальном если полный привод не работает причиной может быть как коррозия платы в блоке управления подобно тому как это происходит на некоторых Tiguan так и собственно говоря неисправность электронасоса который нагнетает давление в муфте ресурс его в среднем порядка 200-250 тысяч километров пробега но в некоторых случаях конечно он способен отработать гораздо больше итак пора подводить итоги в активе у Opel Insignia помимо очень интересного красивого внешнего вида хороших динамических характеристик с топовыми моторами и завидной эргономики в первую очередь кузов кузов который неплохо изготовлен хорошо окрашен и очень здорово сопротивляется коррозии что на данный момент является очень весомым аргументом что касается силовых установок если прежде всего в автомобиле вы цените простоту и ремонтопригодность а также не слишком любите вкладываться в содержание машины по ходу ее эксплуатации ваш выбор скорее всего сведется к мотору объемом 1,8 литра атмосфернику эти моторы достаточно просты по конструкции и надежны все их болячки давно вдоль и поперек изучены и подойдя к выбору поддержанного экземпляра более или менее ответственно на подобной машине вы сможете ездить достаточно долго не сильно много тратя на ее содержание если же от автомобиля помимо внешнего вида вам нужно нечто большее и вы любите скажем так придавить педаль акселератора то советуем обратить внимание на версию с моторами 2 а то и 2,8 литра если конечно последнюю вы сможете отыскать в продаже в достойном состоянии в любом случае покупка турбомотора на инсигнии должна проходить через диагностику на соответствующей станции что в дальнейшем позволит вам немало сэкономить на ее обслуживание в данном случае приобретение автомобиля в состоянии на коленях для последующей реставрации затея сомнительная поэтому варианты по низу рынка советуем заведомо оставить за бортом ваших поисков ну вот и все на сегодня если данный обзор вам понравился был вам чем-то полезен ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях какие автомобили вы хотели бы в дальнейшем видеть на нашем подъемнике спасибо за просмотр хорошего вам дня пока пока